Генеральный партнёр программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнёр программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион» и я, Кристина Рабина. Здравствуйте! Итак, смотрите сегодня выпуски. Ещё раз о безопасности в администрации города обсудили меры профилактики несчастных случаев на воде. Услуги только для самых стойких. Почему в почтовых отделениях «Анапы» образовался коллапс и когда ситуация нормализуется. Для кого каникулы, а для кого время готовить сани. «Анапские школы» делают всё, чтобы предстоящий учебный сезон прошёл без сучка и задоринки. Актуальной теме обеспечения безопасности людей на водных объектах в период курортного сезона было посвящено заседанию комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Провёл совещание первый заместитель главы «Анапы» Юрий Поляков. Несмотря на комплекс проводимых работ, несчастные случаи на водных объектах всё же имеют место на нашем курорте. Необходимы дополнительные меры по их недопущению и обеспечению безопасности и в первую очередь детей. Проведена большая работа администрации, ГИМС, спасательными службами по обеспечению безопасности и на водных объектах. Но, тем не менее, случаются определённые вещи, которые идут в трагедии. Во время шторма применяются все меры предупреждения о запрете купания. Вывешиваются чёрные шары, людей оповещают через громкую связь и с помощью мегафонов устанавливаются аншлаги. Однако самые рьяные любители экстремального плавания, игнорируя предупреждения, пытаются найти место для купания. Иногда такое рвение заканчивается трагедией. Сергей Алексеевич, вопрос-то так вам. Что можем сделать? Вы же не ответите мне сейчас в микрофон, что ничего, да? Вот что можем сделать? Есть у вас минуту? Есть у вас какие-то предложения? Приходите, мы их обсудим с вами, да? Да, есть недостатки везде, но их надо минимизировать просто. С целью информирования отдыхающих и подготовки их к действиям условий экстренных штормовых предупреждений на всех объектах размещения в обязательном порядке вручать памятки по безопасности. Памятки эти были разработаны, они имеются как в санкоро-курортном комплексе, так и у нас. Обращайтесь, распространяйтесь. Каждый гость курорта получит такую памятку в отелях и гостевых домах. Также всем руководителям средств размещения необходимо до 7 августа сообщить свои контакты в единую дежурную диспетчерскую службу для корректировки автоматизированной системы оповещения. Реализация спиртных напитков на закрепленных пляжных территориях недопустима. Мы в этом году провели уже работу. Три пляжа мы подали на расторжение, один договор уже расторгнут на сегодняшний день. Эта работа продолжается в постоянном режиме. Причиной для расторжения пляжа, это касается всех присутствующих здесь тоже, является несоблюдение требований проекта благоустройства пляжной территории. Это строительство каких-то непонятных дополнительных конструкций, реализация продуктов, питания, непонятного качества и алкоголя в первую очередь. Сотрудники управления по санаторно-курортному комплексу совместно с другими ответственными службами проводят ежедневный мониторинг пляжных территорий. Отдельно прозвучало обращение к руководителям здравниц, имеющим на территории бассейны. Они являются такими же водными объектами, как и пляжи, и ответственность за отдых людей здесь не меньше. Должен быть постоянный контроль специалистов в области спасения надворных объектов со всеми вытекающими спаслиствами. То есть он должен пройти подготовку матроша-спасателя, он должен знать реанимационные действия и у него должна быть система оповещения и взаимосвязи со спасательными службами. Отстоять несколько часов в очереди, чтобы отправить письмо или получить посылку. В эти дни приходится посетителям почтовых отделений в Анапе. С увлечением наплыва отдыхающих анапский главпочтам с большим трудом справляется со своими задачами. Люди жалуются, что при наличии нескольких окон работает от силы два, а в селе Цабанабалка, по их словам, и вовсе почтовое отделение не работало несколько дней. В ситуации разбирались наши корреспонденты. Это главное отделение почты в Анапе на улице Краснодарской. На момент съемки несколько десятков человек обслуживали всего два специалиста. Видно, что они стараются выполнять свои обязанности быстро, однако количественный перевес со стороны посетителей дает о себе знать. Очередь двигается медленно, многие проводят здесь по несколько часов. По словам жителей, примерно такую же картину можно наблюдать и в других почтовых отделениях курорта. Я с восьми часов стояла на Чехово, и там один кассир принимает, и посылки выдают, и эти бандероли выдают и получают. И получается, что до обеда стояла, вот сейчас после обеда сюда просто стою. Это чтобы оплатить денег, что я должна день потратить, а ноги больные. Сейчас приехала на главпочту. Деньги отправила, не могу получить уведомления. Меня гоняют оттуда, сюда, отсюда, туда, безобразие. Руководство почтамта объясняет ситуацию большим наплывом отдыхающих и текучкой кадров. В начале лета многие сотрудники уволились. Найти им замену и быстро обучить специфики работы не так просто. Однако прилагаются все необходимые усилия для того, чтобы нормализовать ситуацию. Мы стараемся, все это у нас под контролем. Я знаю ситуацию в каждом почтовом отделении по Анапскому району, во всех 35 отделениях. Просто вот так вот совпало, что курортный сезон, объемы увеличения, и у нас сотрудники увольнения сотрудников. Сотрудников новых мы набираем. Для обучения их потребуется какое-то время. Да, они у нас будут обучаться на рабочих местах. Поэтому все-таки в течение месяца мы постараемся это все наладить. В руководстве почтамта также отметили, что сейчас все отделения работают в штатном режиме. Их 8 в городе и 27 в сельских округах. Однако все же очереди будут сохраняться до тех пор, пока штат полностью не укомплектуют кадрами. На это может уйти порядка одного месяца. В муниципалитете продолжается подготовка к новому учебному сезону. В Гостогаевской идет ремонт пришкольных котельных. В одном из образовательных учреждений меняют аварийную трубу. В другом – котел, который пришел в негодность от работы в положенный срок эксплуатации. Работы ведутся на средства из муниципального бюджета. В 15-й школе учатся 1200 юных жителей в станице Гостогаевская. На балансе есть своя котельная. Ей, как и учебному заведению, почти 35 лет. Обследование показало, что трубу дальше эксплуатировать нельзя. Вот, показывай. А, все, дырявая, да? Труба могла просто переломиться. Во дворе уже лежит замена. Это только часть. Общая длина трубы – 60 метров. Демонтаж и монтаж выполнит организация со специальными лицензиями и допусками. Из городского бюджета на эти цели выделено полмиллиона рублей. Эксперты порекомендовали оптимальное решение. Назрела необходимость, да. Мы долгое время думали и советовались с инженерами, думали, что мы можем как-то обойтись без замены. Как бы, ну, сегодня вопрос стоит только так. Эта нижняя часть трубы, она сделана из железобетонных конструкций. Стоимость очень высокая, она еще проходит внутри. Будет конструирована верхняя часть, вот то, что поражено. А нижняя часть железобетонной конструкции подтверждает, что эта нижняя часть трубы, она еще простоит, да, бетон простоит. Мы просто сделаем косметический ремонт этой нижней конструкции. В 31-й школе также своя котельная. Семь лет назад здесь прошла реконструкция. Этот котел вывели из эксплуатации в прошлом году. Он проработал больше шести лет, на год больше отведенного гарантии и срока. В этом году планируют поменять второй, потому что он уже, что называется, на грани, и его несколько раз ремонтировали. Стоимость замены – 300 тысяч рублей. Помимо прочего, новые котлы мощнее в полтора раза. Задача для меня номер один, чтобы заменить и было тепло. Несмотря на то, что у нас зима короткая, но она тоже есть. Все идет по графику запланированному, поэтому к 15 октября мы должны 100% войти в отопительный сезон. Помимо этого, в обе школы Гостогаевской планируется приобрести по одному школьному автобусу ориентировочной стоимостью 2 миллиона рублей. Один по муниципальной программе, другой при софинансировании половины стоимости из краевого бюджета. Анапским предпринимателям готовы оказать любую консультационную поддержку. Развитию малого и среднего бизнеса в Анапе уделяется достаточно большое внимание. Для этого в администрации города создан центр поддержки предпринимательства. Анапчан ждут здания администрации в 310 кабинете. К специалистам можно обращаться по любым вопросам, касающимся ведения бизнеса. Это и выбор системы налогообложения, и как воспользоваться налоговыми льготами, как воспользоваться региональными мерами поддержки предпринимательства. Также любые консультации по бухгалтерскому учету, по сдаче налоговой отчетности. Все это можно получить абсолютно бесплатно у нас в центре поддержки предпринимательства, который располагается у нас в администрации. Члены Краснодарской региональной общественной организации «Комитет по противодействию коррупции» побывали в отделе МВД России по городу Анапа. Они посмотрели, как организована работа в отделе, пообщались с задержанными, сотрудниками полиции, а также гражданами, обращающимися к анапским правоохранителям по каким-либо вопросам. Мероприятие организовано в рамках всероссийской акции «Гражданин и полиция». Имеется ли у вас указатели, где находится отдел полиции? Указатели есть у нас на улицах прилегающих. А, соседних улицах есть указатели, информационный стенд. Важна каждая деталь, которая улучшает взаимодействие граждан и полиции. Эта кнопка включает сигнал дежурной части. Полицейские помогают человеку с ограниченными возможностями здоровья заехать в здание. Перед контрольно-пропускным пунктом – специальная комната, где можно написать заявление. В помощь необходима юридическая литература. В камерах – задержанные за административные правонарушения. Отдыхали на утрише, вчера задержались за хулиганство. Ожидают суда, который примет решение о наказании. В ночное время выдают матрас. Трехразовое питание привозят в одноразовой посуде. Какие претензии? Как вам обращались? Обращались к вам? А это уже комната отдыха дежурной смены. Рядом кухня. Общественники отметили, что быт организован неплохо. Если зимой в дежурную часть за сутки поступают около 50 звонков, требующих реакции полицейских, то летом в 5-7 раз больше. На стационарном посту автомобиль из Каневского района – подмога. В нем есть все необходимое, как на случай усиления, так и для того, чтобы немедленно оказать помощь пострадавшим. Однако, в основном, работа на таком посту – рутина. Работникам ГИБДД никаких претензий нет, жилькообежливые культуры. Останавливают только по существу, а так, бестонки, чтобы остановить радиостановку. Я такого применения не могу. Общественники из Комитета по противодействию коррупции уже четвертый год являются региональными координаторами Всероссийской акции «Гражданин и полиция». Аналогичные мероприятия проходят во всех униципалитетах Краснодарского края. Отрицательных нареканий нет в адресе полиции. По сравнению с другими городами, можно город Анапа, Анапский отдел полиции поставить в первую десятку. Вчера в Новороссийске проводили мониторинг. Тоже нам понравилось, как ведется работа. Анапа не отстает. В отдельных местах даже лучшие показатели. По словам Петра Дорогова, цель таких мероприятий – сделать работу полиции более прозрачной, а услуги, которые она оказывает населению, более доступными. Кроме того, необходимо строгое соблюдение законодательства. Результаты поездок обобщат и озвучат на краевом уровне. И вновь продолжается бой. В Анапе ни на день не прекращается борьба с самым злостным карантинным сорняком – амброзией. Как раз сейчас сорная трава вступает в фазу активного цветения. Ее пыльца является сильнейшим аллергеном, опасным для человека. Кроме того, амброзия наносит серьезный вред и экосистеме. Ее корни высасывают из почвы большое количество воды и питательных веществ. В итоге их недополучают культурные растения. Поэтому борьба с амброзией на особом контроле и ведется постоянно. Силами городских коммунальных служб от вредного сорняка ежедневно освобождаются тысячи квадратных метров земли. Кроме того, в Анапе введены экологические суподники, в рамках которых сотрудники структурных подразделений администрации еженедельно вручную помогают справляться с сорняком. Также подключаются ТОСы и местные жители. Они уничтожают амброзию на своих придомовых территориях. Однако есть и нерадивые собственники земель, которые не торопятся приводить свои участки в порядок. В их отношении применяются меры административного воздействия. Сыпется достаточно большое количество жалоб. Вот только за эту неделю жалобы от администрации города-курорта Анапы на физических лиц, то есть это частные землевладения, землепользования и участки сельхозназначения, которые недостаточно хорошо борются с амброзией. Вот в этой папочке у меня, видите, это то, что уже рассмотрены, где приняты меры. То есть помимо того, что составлен протокол об административном правонарушении и человек наказан в финансовом плане, естественно, еще обязательно выдается предписание для того, чтобы человек уничтожил амброзию. Если вдруг предписание не будет выполнено, значит будет повторный протокол и сумма штрафа увеличивается двукратно. Активность роста амброзии продлится примерно до середины октября. Отдел карантинного контроля и управление ЖКХ еще раз напоминает всем землесобственникам о необходимости приведения своих участков в надлежащий санитарный порядок. На курорте с 5 по 7 августа ожидается пожароопасность 4 класса. Об этом предупреждают Управление гражданской обороны и защиты населения. Высока вероятность возникновения природных пожаров, поэтому жители и гостей курорта просят неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, не разводить костры на приусадебных участках вблизи лесных массивов. Категорически запрещено выжигать мусор и сухостой. Далее более подробная информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». По прогнозам синоптиков, 5 августа в Анапе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем – 33-35 градусов выше нуля. Ночью – до 31 градуса. Ветер северо-восточный – 5-8 метров в секунду. Атмосферное давление – 753 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды – плюс 25 градусов. И в завершении выпуска информация о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начиная от первичной консультации диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48300. Программа «Детокс-очищение организма». Прием врачей-эндокринолога и терапевта-кардиолога. УЗИ печени. Электрокардиограмма. Внутривенное детокс-очищение. Нейрофизиологическое обследование. Рекомендации по спортивным занятиям и индивидуальному питанию. Всего за 3049 рублей. Анапа Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Продолжение следует. Продолжение следует...